История Борисовского объединенного музея началась в 1946 году. Тогда, 21 декабря, Исполнительным комитетом Минского областного совета депутатов трудящихся было принято решение об основании в городе Борисове Краеведческого музея. Первых посетителей музей принял 17 декабря 1950 года. Начинается экспозиция с темы «Древнейшие поселения в крае. Основание города Борисова». Издревле люди селились возле водоемов. Поселение, ставшее впоследствии городом, располагалось на левом берегу реки Березина. В экспозиции представлены археологические находки, керамика, деревянное орудие труда. В 1102 году Борис Всеславич Полоцкий ходил на Ятвяк и, победив их, возвратясь, поставил град Борисов в свое имя и людьми населил, сообщает летопись. Тема 1812 года подробно отражена в разделе «История войны» 1812 года на Борисовщине. Березинская переправа. Данная часть экспозиции была обновлена в 2012 году. В это же время проходили торжества в память двухсотлетия переправы Наполеоновской армии через Березину в 1812 году. В обновленной экспозиции можно увидеть отреставрированные мундиры и головные уборы, холодное и огнестрельное оружие, портреты русских и французских генералов. Борисовский музей – единственный, в котором представлена копия уникальной панорамы польских художников Войцеха Косака и Юлиана Фалата «Переход армии Наполеона через реку Березину» в 1812 году после отступления из Москвы. Работы над полотном начались в 1895 году, а спустя 16 месяцев появилась панорама размером 120 метров на 15 метров. Особое место занимает уголок Ивана Хрисанфовича Колодеева, Борисовского помещика, коллекционера и библиофила. На рубеже XIX-XX веков он собрал библиотеку по истории 1812 года, которая насчитывала более 11 тысяч томов книг. Два зала в Борисовском объединенном музее посвящены истории Великой Отечественной войны. Раздел «Оккупационный режим» на Борисовщине повествует о первых днях войны, о непростой судьбе жителей города и района, оказавшихся в оккупации, о возникновении лагерей для военнопленных. О зарождении подпольного и партизанского движения рассказывают документы и личные вещи периода войны. Раздел «Освобождение города Борисова» от немецко-фашистских захватчиков рассказывает о буднях партизан, рельсовой войне. Зал памятники письменности «Зеркало эпохи» познакомит посетителей с историей письменности, с зарождением книгопечатания и коллекцией старинных книг. Субтитры создавал DimaTorzok